короче все пропало да сайты падают каждый падает они повсюду их просто невозможно вычистить да да они лезут отсюда куда угодно они уже здесь приябрьский апдейт действительно заставил всех попотеть и из сегодняшних новостей мы можем сказать что если вы смотрите это видео скорее всего он вас тоже затронул как и затронул и сайты моих клиентов и в этом видео я хочу поделиться экспертным мнением что такое зомби страницы почему с ними нужно бороться какие виды зомби страниц бывают ну и конечно же в зависимости от их классификации этих зомби мы научимся их уничтожать меня зовут николай шмычков это канал seo quick поехали по непонятной причине в цифровой технологии многим нравится термин зомби да именно это слово нравится большинству потому что зомби напоминают неодушевленных монстров которые движутся всегда вперед их количество постоянно растет и они становятся большой проблемой если с ними вовремя не начать бороться в принципе как и фантастических фильмах в реальности зомби страницы делают что-то похожее зомби это условно говоря не совсем живые страницы на вашем ресурсе которые генерируют либо небольшой трафик либо не генерируют его вовсе при этом они находятся в индексе поисковой системы чаще всего либо выпадает с ним периодически и к ним чаще всего трудно получить доступ через поисковые системы либо невозможно по причине того что они находятся далеко за пределами кликабельности поисковой выдачи поэтому давайте будем классифицировать наших зомби по следующим типам итак тип 1 зомби этого типа называется не индексированные странички не индексированные странички это которые отсутствуют в индексе гугла и соответственно они не посещаются при любом случае никогда не получают трафик из поисковой системы причины почему появляются эти виды зомби например слишком долгая загрузка страницы и поисковый робот просто не может ее до конца просканировать например эта проблема связана с невыполнением отдельных скриптов которые не дают страничке нормально зайти в индекс конечно она же она может быть просканирована но не проиндексирована это так называемые странички которые лежат в долгом ящике гугла я вам сейчас покажу где их можно увидеть ну и конечно же странички которые по каким-то причинам выпали из индекса например вы могли заблокировать прямо в робот закрыв их из индекса тогда они превращаются в зомби большая часть зомби может быть обнаружена в вашем вебмастере google это не трудно первый тип зомби найти здесь переходим непосредственно в покрытие в покрытие находим бесключенные странички и ищем странички которые просканированы но не проиндексированы как вы видите у нас их гораздо меньше чем было раньше мы действительно постоянно боремся над этими страничками и следим за тем чтобы они оживали и переставали быть зомби чаще всего это странички которые по какой-то причине не попадают в индекс как вы видите наша бесконечная страничка тоже попала в зомби ее нужно закрывать и как вы видите примеры страничек которые тоже вот у нас вот она не открыта то есть не проиндексирована хотя она просканирована и найдена это наши подкасты причина потому что в ней сломанная верстка точнее это фид подкастов она вообще не должна быть доступна для поиска начнем с этого вы увидите что есть большинство страничек которые попали каким по каким-то образом как поломанные страницы где-то видимо неправильно генерируются коды. Вот такие ссылочки, такие страницы находятся даже у нас на ресурсе, как видите их в целом немного. Чаще всего зомби могут плодить mp и с этим тоже нужно сталкиваться и вовремя их закрывать, чтобы они не плодили сущности и не создавали тем самым эти мертвые страницы. С ними бороться действительно нужно разными методами, в зависимости от типа их возникновения. Либо закрывать их вообще новый индекс, чтобы поисковый робот на них не ходил, тогда они выпадут со временем из этого отчета и соответственно, если же это нужная страница, но она оказалась в этом отчете, разобраться с причиной, почему она не проиндексирована. Возможно это дубль контента, либо какой-то тег запрещает ее индексировать. Этот момент тоже нужно обязательно учесть. Следующим типом зомби страниц являются так называемые неадаптированные страницы и с ними ситуация следующая. Неадаптированные страницы этой страничке чаще всего, которые не полезны, помещаются в экран вашего смартфона. Либо имеют очень неудобное меню навигации, тем самым ухудшая на них поведенческий фактор и заставляя пользователя стабильно их покидать. Если пользователь видит странички, которые неудобны, он чаще всего их закрывает и не совершает никаких полезных действий и событий на этой странице. Он просто их закрывает. Таким образом эти странички попросту становятся бесполезными и на них собственно тот самый показатель отказа является максимальным. Так вот неадаптированные страницы это действительно бич 2020 года и вплоть даже до сегодняшний день. Многие, кто еще до сих пор не обновили сайт на адекватные CMS, киноадаптив, серьезно подвержены будут в дальнейшем падению своих позиций для страничек. Потому что помните, что зомби странички, это странички, которые не получают трафик с органики. И соответственно даже ключевая страничка с плохой оптимизацией для мобилки превращается в зомби. Как быстро выловить потенциальных зомби? Нам снова помогает Google Webmaster. Вы можете зайти в Google Webmaster в удобство отчет для мобильных и посмотреть, какие странички у вас в данный момент начинают превращаться в зомби. Формально это еще только первый знак, но вы можете увидеть на каких страницах и какой тип ошибок у вас вываливается. Вы можете посмотреть всегда какой тип ошибок является ключевым и сохранить эти ошибки себе для того, чтобы вовремя их исправить. Есть определенные моменты, которые нужно знать. Это про контент всегда должен быть вмещаться в ваш экран, он не должен быть шире его. Кликабельные элементы не должны быть расположены слишком близко. Насколько близко. Вот советую почитать очень полезную статью. Ссылочку на статью я оставлю в описании под видео, поэтому обязательно сохранить себе. И здесь вы можете увидеть ключевые особенности, как сделать адаптив. И даже если у вас сайт самописный адаптив, вы при помощи этих рекомендаций сможете внедрить, и у вас будет все прекрасно, без каких-либо сложностей и костылей. Напоминаю, что именно здесь вы можете отслеживать работу отдельных страниц, проверить исправление и вовремя проверить, вылечился ли ваш зомби или нет. Либо он будет со временем ухудшать вам показатели и таким образом превратить страничку в мертвую на вашем сайте. Следующий тип страниц, с которыми вы должны столкнуться зомби, это некачественный контент. Как просроченная еда, любая статья из вечно зеленой может превратиться в заплесневело зеленую. Да, вы смотрели мой ролик про высококачественный зеленый контент вечно зеленый, как его правильно снимать, что нужно делать. Но вы должны понимать, что если вы не будете ничего делать в своей вечно зеленой статье, рано или поздно она испортится. И испортится за счет банального устаревания контента. Есть определенный период, с который нужно обновлять вашу статью. Мы высчитали этот период как в один год. Если раз в год вы просто проходитесь и обновляете отдельные абзацы в своей статье, она перестает быть испорченной. Поэтому ключевые критерии некачественного контента, они очень простые. То есть это статьи, которые не опубликовались несколько, ну не менялись несколько лет. Это легко выяснить, если вы проводите анализ сайта, посмотреть последний Last Modified и конкретно посмотреть какой текст менялся. Также можно проверить контент через какой-нибудь Wayback Machine, что сложнее и действительно делает чуть-чуть проверку неудобной. Всегда вы можете проверить Date Modified на любой страничке. Сейчас покажу как. Давайте разберемся, как действительно найти зомби и проверить, что он действительно давно не обновлялся, что он испортился. Давайте проверим, как это можно сделать. Конечно же, вы можете зайти в Search Console, сортировать, как я и говорил, странички, у которых очень мало органических кликов и посмотреть, собственно, что с ними можно сделать. Я нашел одну такую страничку, которая вот за три месяца уже не получала очень много трек. Мы можем выбрать за больший период. Нужно действительно брать большие периоды для того, чтобы выловить такие страницы. И с ними нужно работать, собственно, смотреть, когда сайт просел, по каким причинам просел, что он удалил, какие странички у нас упали. И, конечно же, нужно отловить эти как раз странички нам для работы. Давайте мы сейчас полистаем, найдем какую-то страничку и попробуем с ней поработать. Для быстрого поиска зомби мы рекомендуем найти те самые странички, которые вы можете выловить при помощи простых фильтров. Выберите в вебмастере странички, выберите здесь клики и настройте, допустим, за большой период количество кликов, чтобы было меньше определенного значения. Меньше 10 за год, ну и за 16 месяцев. Все, что попадет вот этот наш фильтр, с очень высокой долей вероятности наши потенциальные зомби. Понятно, в Search Console можно анализировать только тысячу страниц. Для этих целей нужно пользоваться платными сервисами, как Netpeak Spider, Checker и тому подобные другие. Здесь действительно нужно будет затем подключать для этих целей аналитику, смотреть трафик по всем страницам. В них это можно сделать без каких-либо сложностей. Но мы идем, собственно, к самому вебмастеру и пробуем здесь посмотреть. Итак, что мы видим? А мы видим следующее, что мы нашли статейку, которую практически с 2018 года просмотрелось 509 человек. И она вообще вот просто не ранжируется от слова никак. То есть на нее вот заходят и уходят, заходят и уходят. Вроде бы неплохая, возможно, статейка. Может быть даже хорошая, а может не хорошая. Может уже контент давным-давно устарел. Все что угодно. Вот может быть баги здесь повсплывали и никто на этой странице, никто их не зачищал. Но все что угодно может быть. Давайте с ним разберемся. Шаг номер один. Нужно понять, как давно она не обновлялась. И помните, что просто Last Modified это далеко не показатель. Потому что я могу сейчас проверить Last Modified и я могу сказать, что ребята, и так она обновлена сегодня. Сделано это для того, чтобы совсем уж такие вот банальные копии, которые работают по тонкому контенту, просто пришли на мой сайт и обалдели. Типа у меня все статьи обновлены. Но это не обманет Google, но обманет как раз именно тех, кто любит слишком часто ходить по моему сайту и воровать контент. Для них это пожалуйста такое обновление, то есть они не могут это украсить. Понятно, что можно спарсить по дате обновления здесь. А что менялось? А может поменялся абзац? А может мы title поменяли? А может вообще там просто картинки залили, перезалили и дата обновления из этого изменилась. Поэтому дата обновления, даже если вы спарсите вот через там тот же Netpeak Spider, будете парсить. Допустим, выберите здесь посмотреть код, найдете вот это поле, просмотреть код этого элемента и допустим скопируете себе там Xpath и сделаете выгрузку Xpath этой странички. Например, я сейчас покажу. Вы можете же на самом деле зайти в табличку. Вот мы сейчас зайдем в Google Docs и, например, попробуем там сделать, просто спарсим эту дату. Да, это же можно сделать просто в Google Docs. Мы сейчас вставим наш скопированный Xpath, мы сейчас вставим страничку. Давайте вот ее вставим как раз и сделаем формулу. Формула, которая называется Import XML. При помощи этой формулы мы можем взять URL, взять Xpath и посмотреть результат. И вот она вытащит эту дату обновления в виде вот фрагмента, с которым можно уже работать. Вот это вот из даты обновления, если так вот взять, спарсить все странички, допустим, нашего сайта. Да, допустим, мы сейчас возьмем подкаст какой-нибудь и вот сейчас в этой табличке же проверим. Вот и просто копернем и увидим, что она сейчас вытащит и у этой странички тоже. Нет, у этой не вытащит, потому что здесь кодик другой. Здесь уже другая верстка, поэтому здесь он эту дату обновления вытащить не может. Здесь ее вот она. Вот мы сейчас берем здесь код и у каждой типовой страницы он отключается, этот Xpath. Но все равно при желании вы всегда можете это украсть и всегда можете собрать эту информацию без каких-либо заморочек. Все можно вытащить, как вы видите. Даже эти данные можно украсть и по ним анализировать, искать контент, который давно не обновлялся. Но, а что реально менялось на этом контенте? Вот допустим, мы все-таки про эту статью говорим. Мы видим, что по нашей табличке она менялась недавно. Следующее, что нужно проверить, нужно проверить, что происходит в кэше. Вбиваем в кэше. И что вы можете посмотреть? Вы можете увидеть здесь, какая информация хранится в кэше гугла. Ну видите, окей, он хранит эту самую версию в кэше, она недовольно старая. То есть она 12 декабря, всего лишь два дня прошло. Что делать? Как проверить? Является, ну мы ее реально давно не обновляли, ее никто не переписывал уже очень много лет. То есть нужно доказать, что она не обновлялась. Для этих целей существует интернет-архив. Поэтому вы можете взять реально вот эту статью, которую вы проверяете и проверить ее в интернет-архиве. Вбив страничку, вы попадаете на саму страницу, когда она менялась. И вот вы можете увидеть, есть последний раз, когда она публиковалась в двадцатом году. А давайте мы посмотрим, когда она впервые была написана. В восемнадцатом. То есть вебек машина не помнит то, какая она была в восемнадцатом году. Но вы можете сравнить слепок. Какая она была в двадцатом году. И какая она на сегодня. Если контент практически не изменился. Это потенциальный зомби. И его надо явно переписывать. И как вы видим. Если смотреть на количество заголовков. В тот момент и количество заголовков сейчас. Поменялось ровным счетом ничего. Она такая же, как и была. Уже два целых года. Это значит, что это зомби. И с ним нужно бороться. И этот пример несвежего контента, который нужно удалять. Второй тип некачественного контента этих самых зомби. Это странички, которые являются слишком короткими. Для Google существует некий негласный лимит. Он на самом деле классит это лимит в триста слов. Триста слов в контенте должно объяснить пользователю, что это за страница. Они могут быть расположены как угодно. Это может быть в качестве навигационного меню. Это может быть текст. Это может быть таблица. Все что угодно. Но страница, на которой обычно нет какого-то контента, который поисковик может воспринять. Даже если это изображение, альтеги изображений. Чтобы он понимал куда он попал. Описание какое-то, заголовки. Если это видео, то описание под видео. Более того, видео контент поисковая система, конечно же, тоже по-своему воспринимает. И просто страничка, на которой будет только одно видео, будет ранжироваться хуже. Это тоже потенциальный зомби. И поэтому странички такие вот без контента тоже нужно искать и удалять. Как их найти? Очень простой способ мы создали на своем сайте. Это метод подсчета количества страничек на любом вашем ресурсе. Для этих целей пригодится наша утилита аудит веб-сайта. Для этих целей перейдем на нашу утилитку аудит сайта и выберем вставить свой список. Вставьте список страничек, которые нужно проанализировать на длину контента. И таким образом нажмите анализировать сейчас. Чем больше, конечно, страниц ставите, тем дольше будет анализ. Но не закрывайте вкладочку, пока она будет сканировать. Можете заняться своими делами и он прогонит ваш сайт абсолютно бесплатно. Да, тул условно бесплатный, но простые задачи делает для этого, денежек не просит. Поэтому пользуйтесь. Тул действительно удобен и решает задачки. Он проверяет метаданные, заголовки, описание на страничке. Не требует покупки платных сервисов. Позволяет развернуть сразу все ошибки. В отличие от других сервисов того же Screaming Frog, там того же Spider. Наш тул позволяет делать это просто все в режиме онлайн. Далеко не убегая и может просканировать целый сайт целиком. Итак, вот оно закончило наш анализ и давайте посмотрим. Он предлагает мне посчитать PageSpeed. Мне это пока сейчас не нужно. Мы посмотрим, что мы собрали. Мы видим, какая длина контента у каждой странички. Вы видите, что все длинные, 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 кроме одной, в которой 458 слов. То есть мы сразу увидели, из этого списка затесалась одна статья с низкой длиной контента. Поэтому здесь вы всегда можете пользоваться разными фильтрами. И там собственно по текстовым баллам можно отсортировать странички, у которых длина слов будет минимальна. Тул пока что у нас в процессе доработки, но вы всегда можете скачать результаты и работать уже с таблицей. Таким образом можно легко наловить странички, у которых будут проблемы. Также вы можете увидеть метаданные, какие они хорошие или плохие. И соответственно, что нужно делать. И вот что вы видите, длина не соответствует норме контента. Средняя длина контента 1500 слов в топ-10. И вот он прямым текстом говорит, вот это основной критерий, с которым вам придется поработать. Скорее всего, с длиной ключевых слов, которые находятся на первых местах. Следующий особый тип зомби, мы его называем сеошные зомби. И эти сеошные зомби, они недостаточно оптимизированы. То есть с ними не проведена работа должным образом по SEO. Это непрописанный title, непрописанный description, неправильно прописаны заголовки. Заголовок, в частности, H1, подразделы заголовков H2, H3, H4, если это необходимо. Или избыточно прописанные заголовки H1, H2, H3, H4. Или чрезмерно прописанные title, дублирующиеся title. Все это создает проблемы при индексировании сайта. И таким образом может наплодить определенных зомби. О которых вы могли бы даже и не догадываться. Ну и конечно же, это может быть, допустим, длинные отдельные тексты. То есть, условно говоря, параграф текста содержит гигантскую простыню. Это тоже будет являться неоптимизированным текстом. Таких зомби нужно перерабатывать действительно аккуратно. То есть, нужно делать аудит сайта. Вылавливать странички с проблемами. И выписывать, что с каждой страничкой нужно делать. SEO 2022 года будет борьбой постраничного SEO. Где вылизываются идеально хорошие странички. Массово прорабатываются проблемные странички. И массово удаляются ненужные странички. Поэтому, да, оптимизация постраничная, скорее всего, это тренд следующего периода. И здесь, действительно, мы подозреваем, что борьба за хорошо оптимизированные страницы будет вестись теперь нешуточная. Давайте разберемся, что проверять в таких зомби страницах. В первую очередь, это тайтл. Что вы должны делать? Вы должны проверить тайтл на предмет, действительно хороший ли у него длина. Не является ли он слишком длинным, слишком коротким, пустой. Который является повтором тайтла на вашей страничке в индексе. Это все в первую очередь касается его. И он является важным данным, важным метаданным для страницы. Потому что именно тайтлы мы чаще всего видим в выдаче. Google устал бороться с владельцами сайтов, которые не хотят оптимизировать свои сайты. И в тайтле вводит уже свою систему анализа. Поэтому, если вы вводите там себе, допустим, технический аудит сайта. Допустим, если вы вводите себе такой запросик. То в выдаче появляются сайты, которые, возможно, вы думаете, что это их тайтлы. Но на самом деле это далеко не они. Поэтому можно проверить замену тайтла и сказать, что да, Google меняет их. И он как хочет их, так меняет. Так вы видите, зелененький, это тот, который реально прописан. Вот он же и показывается. Это реальный тайтл компании Netpeak. И вы видите, что он изменился. Google посчитал бесполезным вот этот тайтл и заменил его на этот. Аналогично вы можете увидеть, что у многих сайтов аналогичная ситуация. И вы редко будете встречать зелененьких ребят. Так оно и есть. Метаданные у многих блокируются и не отображаются. То есть метаданные в том виде, который вы прописали, Google заменяет на свои собственные. Поэтому к тайтлу нужно действительно относиться внимательно. И при помощи вот такого анализа вы можете выловить правильный тайтл и прописать его себе. Прописать тот, который вам нужен. И таким образом поднять кликабельность своего ресурса. Этот простой анализ позволяет сделать это довольно просто. С description ситуация чуть-чуть другая. Google все равно, что вы будете писать description. Абсолютно все равно. Он description подтягивает иногда по своим методам уже давным-давно. Он вытягивает по фрагментам контента, по которым он себя ищет. Поэтому с description есть несколько трюков. Если вы хотите, чтобы ваша зомби-страничка все равно показывалась, ну уже перестала быть зомби, вылечилась и показывалась по description, а не по фрагментам текста, постарайтесь взять семантическое ядро, разбить ее на слова и каждое слово упомянуть в description. Да, даже если он вылезет немножко за пределы. Но постарайтесь самые важные слова поставить вперед. Самые неважные назад. Превратите это в осмысленное предложение с коммерческим уклоном, ну с тизерным уклоном, чтобы пользователь захотел перейти на ваш сайт. Зачем это нужно? Description отображается в соцсетях. Когда вы делитесь любой страничкой в соцсетях, подвотягивается title и description и картинка, если она есть. Таким образом, если вы будете делиться вашими страничками в соцсетях, будь то Viber, Telegram, там что угодно, мессенджер фейсбучный, Вконтакте подтягиваемые элементы будут сильно влиять на кликабельность. Если они у вас не прописаны, скорее всего кликабельность будет плохой. Поэтому description тоже важен. Он опосредован для поисковых систем, значит меньше, но есть лайфхаки и дрюки, при помощи которых сеошники умеют их оптимизировать. Следующее, конечно, что вы должны делать это H1. H1 на вашем сайте должен быть грамотным. Он должен содержать главный ключ, ничего лишнего и явно нужно его прорабатывать так, чтобы в нем не было мусора, повторов, чтобы он был четко вокруг главного ключевого слова. Поэтому с H1 действительно важно, чтобы H1 перекликался с title, может быть даже из него практически состоял и таким образом был не таким длинным. H1 обычно короткий, у них есть определенные лимиты. И лимит H1 варьирует в пределах 60 знаков у хорошего H1. Причина простая. Если вы хотите, чтобы он помещался в сниппете, потому что Google его выдирает, старайтесь сделать H1 покороче. А если ваше название компании длиной в 11 букв, делайте, пожалуйста, H1 хотя бы в 55 знаков. Есть некая такая норма, в которую нужно вписаться для того, чтобы ваши странички ранжировались без каких-либо косяков. Для того, чтобы найти страницы сироты, это особый тип страниц, нам помогут инструменты как Netpeak Spider. Вы можете зайти на Netpeak Spider, просканировать свой сайт, выбрать раздел отчеты, зайти в отчет страницы без внутренних ссылок и найти страницы, которые у вас оказались за бортом по какими-то либо причинам. Эти страницы у вас фактически не могут никак попасть даже иногда банально в Google Index. То есть они не отсутствуют в карте сайта, либо могут присутствовать в карте сайта, но на них нет никаких внутренних ссылок. Как можно это проверить? В любой странице, которая допустим не индексируется, можно проверить в Webmaster, есть она там или нет. Поэтому сейчас я покажу, как Webmaster проверит любую страницу на предмет индексации ее в контенте. Для этих целей вы вбиваете URL и проверяете его непосредственно по ссылке. Допустим, если мы возьмем мою статейку SEO продвижения форума, я уверен, что мы эту статейку возможно в индексе найдем, но не увидим ее как раз на других страничках. Давайте проверим. Видите, эта страничка есть в индексе. Вы можете посмотреть ее покрытие, и вы можете увидеть, что она есть в карте сайта, она есть с ссылающейся страницей, и вы можете увидеть, когда последний раз она была просканирована, и является ли она проверенной, и какая у нее каноническая страница. Вроде бы все прекрасно, у этой странички все хорошо. Поэтому здесь у нас все есть. Попробуем сейчас проверить эту страничку SEOQ.com.ua про создание и продвижение форума. И вот мы можем проверить, где на нее есть страница. И вы увидите, что есть так называемая ссылающаяся страница, ловушка, которая на нее ссылается. Что это за страница? Какой-то явно мусор, какой-то зомби находится на нашем сайте, который редиректит на эту страницу, что является фактически костылем. То есть на самом деле этой страницы не существует, ее нет никак, на нее нельзя попасть. Она отправляется по почте, эта страничка. И вот эта ссылающаяся страничка вот является, видите, на сайте нет. Если бы ее не было, то страничка бы здесь в ссылающейся странице у вас было бы пусто. Поэтому вы должны проверять свои зомби странички на предмет именно таких штук. Если же мы можем проверить еще одну страничку нашу, я вот сейчас уверен, что есть у меня такая страничка структура интернет-магазина. Сейчас я ее открою. Мы попробуем сейчас просканировать эту страничку. И вы увидите, что ее нет в индексе. Она специально так создана вне индекса. Эта страничка особая. Она запрещена тегом noindex, как вы видите. И на нее ссылается какая-то страница. Вы видите, вообще сторонняя какая-то. Минору, Мурата, Блокспот. Какая-то вообще левая страничка на нее ссырается. И песковый ровод на нее каким-то чудом попал. Она умышленно закрыта для того, чтобы на нее нельзя было попасть никаким образом из поиска. И именно здесь эта страничка, она формально умышленно созданная зомби и удаленная из индекса. Также зомби страницы, которые являются сиротскими страничками, вы можете найти в Netpeak Spider. Это сделать не сложно. Для этих целей просканируйте весь свой сайт. Зайдите в настройки вашего проекта. В настройках Google Analytics Search Console подключите ваши сайты. Возьмите статистику за год. Это очень важно. И на годовую статистику. После того, как вы снимете все данные, найдите у себя в пункте низкая критичность, а PageRank отсутствует связи. Это значит, что поисковый робот, в частности Паука, не нашел способа попасть на эти страницы никаким другим способом. И он может найти кучу ложных ошибок, но это не так страшно, потому что именно здесь затесаться могут как раз ваши нужные ошибки, которые являются вашими страничками. Вы можете увидеть странички, на которые просто никак нельзя попасть. То есть нет прямой ссылки. И вот с ними как раз же и нужно работать. Почему эти странички, как говорится, формально есть, но к поисковому роботу он до них добраться не смог. Скорее всего это связано с особенностью работы вашей погенации, либо ее отсутствия на вашем ресурсе. Например, у нас на ресурсе отсутствуют погенации. Таким образом, отдельные статьи мы сейчас думаем над методом, как сделать действительно их ранжирование. Возможно сделать список всех статей, где они будут все доступны для переключателя. Поэтому, что поисковая система не всегда может адекватно среагировать на древние статьи. Приходится делать это все при помощи перелинковок и подобных вещей. Список, как вы видите, внушительный всего лишь. Сколько тут у нас уже набегают этих страничек, которые вот можно отфильтровать результаты и как раз посмотреть все, что нам нужно. Битые нас не интересуют, нас интересуют как раз вот именно 2 сотки, которыми у нас есть проблемы. И как вы видите, что например у меня оказались проблемы как раз почему-то с AMP страницами, потому что сами AMP страницы, видимо, плохо у меня проработаны. Это с одной стороны хорошо, потому что других проблем у меня, по крайней мере, здесь нет. Ну и мы переходим к особому типу зомби. Это бессмысленные страницы. Бессмысленными страницами можно назвать странички параметров. Это взломанные страницы. Ну и конечно же странички бесконечной погенации, которая была не закрыта тегом canonical. И сейчас действительно давайте разберемся, что делать в каких случаях. Такой зомби, как страница параметров, на самом деле это просто бич Яндекса. Но Google научился даже дружить с такими страницами. Если раньше Google странички параметров просто вырезал, то и сейчас я начинаю замечать в выдаче страницы, которые сгенерированы параметром. Да, на самом деле не всегда это есть хорошо. И странички с параметрами могут очень сильно подпортить вам силу. Что такое страница с параметрами? Давайте покажу. Для этих целей я покажу пример одного из магазинов, который сделан на конструкторе. Я про него писал отдельный кейс, вы можете его почитать. И конечно же, как работают странички с параметрами. Это любые странички, которые имеют в специальном фрагменте поле URL, чаще всего попросительный знак. Обратите внимание, первая ссылка, на которую мы заходим, она выглядит примерно вот так. То есть папка болты. То есть чистый URL в том типе, как она есть. Вот магазин, фолдер, болты. Так оно реализовано в этом конструкторе, здесь это не меняется. Допустим, меня интересует выбрать оцинкованная сталь. Параметр такой. Я выбираю этот параметр. И обратите внимание, болты как остались, так и были. Но URL изменился. Вы можете увидеть, что он стал таким подлиннее. Что произошло? На самом деле появилась новая страница. Новая страница в том виде, как она есть. И обратите внимание, canonical в этой странице не прописан. То есть не прописан self-canonical на себя. В таком случае такая страница, если бы она где-то имела внешние ссылки, внешние либо внутренние ссылки, с очень высокой долей вероятности она бы попала бы в индекс. Но благо тому, что у нас в роботе параметры отрезаются, мы можем увидеть, что в гугле и в яндексе эти странички в индекс не попадают. А пока попадают те, которые мы специально делали отдельно. Единственный момент, что мы видим, попала страничка погинации. И вот это второй тип зомби страниц, с которыми нужно бороться. Зомби странички погинации это особый тип страниц, которые нужно прописывать тоже программно. Хотя здесь она в данный момент прописана. Здесь это уже ошибка гугла, что такую страницу он вывел в индекс. Он посчитал ее уникальной и вывел ее отдельно. Но как вы видите, здесь canonical прописан на первый уровень, верхний уровень в этой страничке. То есть странички погинации, находясь в индексе, являются тоже зомби. Потому что они в выдаче показываются, их никто не кликает и соответственно они не получают должного трафика. И являются тем самым зомби, попадая под наше определение. То есть мы разобрались, что есть странички параметров, есть странички погинации, которые являются бесконечными, могут быть просто бесконечными и на них может быть тратится краулинговый бюджет. Про это мы тоже остановимся, почему все-таки зомби опасны. Третий тип зомби мне не получится воспроизвести вам на видео, но вы можете узнать про взломанные сайты. Если вы погуглите, что такое взломанные сайты, когда генерируется гигантское количество страниц на ресурсе, заполняются бессмысленной рекламой, бессмысленными текстами. Эти сгенерированные взломанные страницы содержат гигантское количество внешних ссылок. Такие способы продвижения используются до сих пор. Поэтому очень важно обезопасить свои сайты, провести в них аудиты, проверить их на безопасность защиты над взлом, защиту от DDoS, проводить действительно аудит безопасности ресурса вашего, постоянно менять пароли на хостинге, правильно давать пароли на админку хостинг программисту FTP, иначе вы можете лишиться всего. Самое главное, чтобы пользователи, которые работают с вашими сайтами, точно также имели безвирусное ПО, потому что наличие вирусов тоже может быть гарантией того, что ваши пароли угонят и сайт взломают. Поэтому такой тип зомби страниц действительно работает по принципу заражения вирусом, как в каком-нибудь фильме Resident Evil. Итак, мы знаем своего врага в лицо, мы знаем, какие виды он приобретает, как он модифицируется, каким образом он появляется. Теперь мы научимся с ним бороться, и с ним бороться действительно легко. Итак, поехали, чек-лист борьбы с зомби страницами. Первоначальный шаг номер один, это отобрать зомби страницы. Для этих целей мы используем разные инструменты, будь то тот же Netpeak Spider, или Google Аналитика, или непосредственно ваш Google Webmaster. Все средства хороши, вы можете использовать каждый из них. Для малого сайта хватит вебмастера, для гигантского сайта возможно пригодится Google Аналитика, или если вы сканируете и сразу проводите аудит, то подойдет Netpeak Spider, в принципе он с этими задачами справляется легко. Мы начнем с Google Webmaster, где тащить зомби странички. В первую очередь мы напоминаем о зомби, которые не попадают в индекс, но являются загрузкой вашего сканера. Для этих целей мы заходим в покрытие, обязательно изучаем исключенные страницы, он обычно гигантский может для вас показаться. И здесь ищем странички, которые имеют определенный статус. Просканировано, но не проиндексировано. У вас их может быть больше тысячи, это факт. Больше тысячи скачать из этого отчета вы не сможете, но вы всегда можете нужные странички отправить программисту для его исправления, чтобы он разобрался с системностью ошибки каждой из страниц. Таким образом отправим эту ссылку, вы можете отдать сразу программисту, чтобы он говорит, вот допустим список страниц, которыми нужно провести работу. То есть, например, можно увидеть, какие страницы у нас попадают под этот фильтр и не индексируются. Тут попадаются некоторые странички, которые мы уже давным-давно удалили, но они до сих пор содержатся и висят в индексе, и с ними нужно работать. То есть, как на них попасть? То есть, видите, они редиректят, но эти странички бессмысленны и бесполезны. С ними нужно бороться, удалять их. Можно многим отдать 404, если это бесполезные странички. То есть, всевозможные теги раньше, EMP поломанные, которые вызвали у нас, помню, очень много проблем. У каждого свой список страниц, которые будут просканированы и не проиндексированы. Напишите сейчас в комментариях, кто сейчас после этого видео провел соответствующий анализ у себя на сайте, сколько у вас страниц на сегодняшний момент и посмотрим через полгода сколько их осталось. Проведете ли вы борьбу с зомби? Мне очень интересно узнать это от вас, мои подписчики. А если вы еще не подписались, не забудьте это сделать, нажать на колокольчик и конечно же следить за выходом новых видео на нашем канале. Второй тип страниц, которые чаще всего потенциально ваши зомби, это странички с высоким показателем отказов. Да, Google в 2022 году откажется от этого параметра и будет считывать страницы с количеством выполненных событий. Да, то есть будет определенный триггер событий и странички без событий будут получать свой принцип показателя отказов. Старый метод расчета показателя отказов показал свою полную неэффективность на сегодняшний день в силу определенных трюков с накруткой и другими вещами. Поэтому Google вводит определенный другой метод по отличию качества страницы по выполнению событий. Для этих целей уже рекомендую настраивать четвертую Google аналитику. У нас скоро на канале выйдет видео по ней, так что не забудьте подписаться и получить вовремя уведомления. Борьба с высоким показателем отказов это то, что нужно вам для того, чтобы выяснить, что делать с этими страницами. Как их посмотреть? Воспользуемся какими-то инструментами. Давайте в этот раз Google аналитикой. Для этих целей перейдем в нашу Google аналитику и посмотрим, как у нас в ней происходят дела. Соответственно, можем посмотреть, что происходило с аналитикой в прошлом. Сегодня мы можем видеть, что у нас трафик сейчас стабилизируется после недавнего апдейта. И что нужно делать? Нужно, конечно же, изучить поведение пользователей. И давайте посмотрим анализ посещаемости всех наших страничек и дадим ответ, что у нас работает, а что нет. Для этих целей мы воспользуемся фильтрами и, конечно же, наша задача добавить показатель. Нас интересует показатель отказов. Мы сделаем, чтобы он, допустим, был больше чем и давайте там 60%. Вот и будем на него ориентироваться. Здесь не нужно, нас интересует только показатель отказов, больше ничего. И таким образом давайте отсортируем все наши странички по уникальным посещениям. И что мы видим? То есть у нас тут попадают всевозможные scholarship. И мы можем увидеть, что не так уж и много страниц у нас попадает под этот показатель отказов. Но они есть. Вы можете их увидеть, отдельные странички, по которым происходит такой низкий показатель. У вас их может быть гораздо больше, может быть по-разному. Поэтому можно сделать больше, чем 60%, можно сделать больше, чем 40% и увидеть, сколько их будет всего. Ага, заработок блогеров вот у нас попадает в средний показатель отказов. Вот такая вот статеечка. Удивительно, вот как раз она у нас потенциально имеет невысокий показатель отказов. Сколько зарабатывают блогеры YouTube, Instagram? Тут, соответственно, вроде бы статья адекватная, но, возможно, она приносит нам нецелевую аудиторию. И это, возможно, заставляет пользователей ее закрывать. Возможно, ее уже пора переписывать. Тоже пример контента, который устарел, уже не является актуальным. И, таким образом, попадает в этот список. Ее, видите, читает всего 39 секунд. Это маловато для статьи. Поэтому, логично, что я бы посчитал ее очень плохой. Второй показатель, на который надо смотреть, это процент выходов. То есть, сколько людей выходит непосредственно в поисковую систему. Для этих целей вы просто используете другой показатель, процент выхода. И давайте воспользуемся больше чем 60. И вы можете увидеть, с каких страниц чаще всего пользователи убегали за этот период времени. Можно выбрать период времени гораздо больший для того, чтобы у вас статистика более была правильная. Потому что, в принципе, когда вы анализируете зомби страницы, вам нужно брать периоды больше, чем за год. И вот здесь нужно отслеживать сразу, какие страницы у вас являются проблемные. И вот мы видим, что у нас есть какая-то страничка TrafficBotLive. Какая-то мусорная 404 страница, которая есть на сайте. На нее, что кто-то заходит. То есть, она постоянно генерирует какой-то трафик. Вы видите, что у нас есть странички погенаций, которые на самом деле, уже на самом деле, ну, их не должно быть. Но они существуют. 130 страничка погенаций. Тоже такой нюанс, откуда она появилась, если ее быть попросту не должно. Но она есть. Вот. И таким образом вы можете выловить все эти странички на вашем ресурсе. И непосредственно из Google Аналитики. По высокому проценту выходов. И по высокому показателю отказов. И таким образом уже работать с ними. Решать вопросы технически с ними. Вроде бы на погенацию уже никак нельзя зайти. Но она технически где-то существует. И пользователи на нее могут нажать. И вот вы увидели, что у нас она попала таким образом в этот отчет. Вы можете в Google Аналитике просканировать свой сайт. И скажите вот тоже в комментариях, если вы так сделали. Нашли ли вы при помощи этой настройки страницы, о которых вы даже не догадывались, что существует. Поверьте мне. Это нормально. Даже мы нашли. Хотя делаем технические аудиты регулярно. И даже мы находим иногда просто, как черт табакерки, тех самых необычных зомби. От которых нужно избавляться и удалять их. Следующий тип зомби. Это так называемые странички, которые имеют трафик, но не имеют индекса. Или имеют индекс, но не имеют трафика. Это особый вид зомби. Если первый возник по вашей вине, возможно. Второй, скорее всего, возник тоже по вашей вине, но вы это не углядели. То есть первый вид зомби, умышленный вид зомби. Когда вы заблокировали от индекса отдельные страницы, на которые переходят реально пользователи. Они могут переходить любым способом. Поэтому здесь ваша задача выловить странички, которые закрыты от роботса. Закрыты тегом noindex. И здесь вам действительно помогут уже инструменты. Потому что не google аналитика, не веб-мастер. В принципе, вам быстро эти данные не предоставят. Вам нужно проанализировать разные таблицы между собой. В первую очередь здесь поможет действительно spider. И благодаря этому я как раз вот вывел вам отчет. Это не индексированные странички с трафиком. Это собственно странички, на которые есть трафик. На него переходят пользователи. На него можно перейти внутри сайта. Но сама страничка закрыта от индекса. И нужно ответить причиной, почему она закрыта. Нужно ли ее открывать. Поэтому этот списочек открытый отправляется SEOшнику. Для того, чтобы он понял, что нужно открыть, что закрыть. В данный момент вы видите тестовую версию сайта. Которую мы как раз поэтому, как раз этот эксперимент сюда и попал. Эти странички, которые имеют трафик, но они находятся не в индексе. И соответственно, также можно выловить странички, у которых есть показы. Допустим, в google аналитике. То есть в search консоли они показываются, но они закрыты от индекса. Аналогично есть и противоположный вид зомби. Это когда у вас есть страничка, которая находится в индексе, но трафика на нее нет. Так как сайт только переехал, логично, что этих страниц будет целый сайт здесь. Но в этом-то и плюс. И специально хотел показать, как их ловить. Именно в этом отчете индексируемые страницы без трафика и находятся все зомби. Которые чаще всего нужно уничтожать просто любой ценой. То есть страницы, на которых практически нет трафика и нужно их ловить. Но правда здесь минус. Я бы конечно настроил этот tool так, чтобы ловить с малым трафиком. Потому что даже 1-2 перехода это тоже плохо. То есть это страницы, в которых без трафика надо, чтобы вообще переходов в них не было. То есть такие страницы мертвые. Даже до 10 переходов в год это плохо и мало. Поэтому да, такие странички нужно тоже вылавливать. Но здесь вы найдете системные страницы в большинстве случаев, с которыми вам нужно будет работать. Поэтому tool действительно must have и говорится мне нравится. Что нужно делать с зомби страницами? Первая работа, которая вам нужна, это работа с самим контентом. Если же вы решили вылечить зомби, у вас определенная стратегия по его спасению. В первую очередь пора работать в контенте фотографически и видео контент. Да, если это статьи, карточки товаров. Если у конкурентов этот контент активно используется, обязательно нужно будет поставить в работу по контент планированию его улучшение. Просто ограничиться написанием текста это глупость. И глупость не просветная на 2022 год. Поэтому заботитесь в том, чтобы у вас появился хороший дизайн этих страниц. У вас появился там хороший контент. Чтобы ваша страничка выглядела намного лучше ваших конкурентов. Поэтому позаботьтесь в том, чтобы вы проработали эту часть. Для этих целей можно подключить SMM специалистов, которые создают контент для ваших постов соцсетей. Чтобы они добавили контента на ваши странички веб-сайта. В этом плане они вам очень могут помочь. Потому что те, кто работает соцсетями, у них хорошо развито понятие визуала. И понимание визуала, что работает, а что нет. Второй тип это конечно же видео, которому тоже нужно уделять внимание. Если видео используется конкурентами, старайтесь сделать то же самое. Введите видео на своем канале. Цитируйте видео у себя на статьях. И обязательно сопровождайте embed видео правильно описанием, которое вы туда внедрили. И конечно же текст. Текстовая часть на странице это король. Много говорится, текст это король вашей страницы. И в тексте очень важны несколько вещей. Во-первых, это актуальность. Вся информация, которая представлена на статье не должна быть устаревшей. Если у вас упоминаются какие-то вещи, которые устарели, удалите. Просто удалите. Всю устаревшую информацию, которая имеет бесполезные, а не несет никакой фактической ценности, просто ее удаляйте. Во-вторых, это достоверность информации. Постарайтесь уделить внимание, чтобы у вас не было ложных либо искаженных фактов. Да, с борьбой с фактами Google начинает активно работать. Также и Яндекс начинает бороться с некачественными фактами на странице. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы факт-чекинг на ваших страницах был выверен. Дайте вычет ваши статьи специалисту, чтобы он дал по марке, где есть ошибки. Ну и конечно же, уделяйте внимание тому, что у вас не должно быть информационных дублей между собой. Сделайте так, чтобы все странички между вами были уникальными. Контент, который в нем был, был ваш. Если вы кого-то цитируете, цитируйте правильно, ссылаясь на первоисточник, ссылаясь на исследование, ссылаясь, кто это сказал. Классные правила цитирования, которые вы можете запомнить. Всегда цитируйте название компании, либо фаниль, у кого вы цитируете. Ссылочка на конкретно, где вы взяли фрагмент предыдущих 3-4 абзац, на которых построено. Либо последующих абзац, на которых построена ваша статья или ваш материал. Ну и конечно же, юзабилити страниц. Обязательно уделяйте внимание адаптивности. Адаптивность проверить очень легко. Есть несколько способов проверить адаптивность. Перейдите по ссылочке проверка оптимизации для мобилок и посмотрите результат. Сайт обычно сканируется пару минут и говорит, что у вас все хорошо, либо что-то у вас плохо и вам нужно исправить. Чаще всего ошибки, которые находит этот тул системные и касаются всего сайта или типа всех страниц, которые вы сейчас в данный момент сканируете. Но некоторые ошибки могут быть действительно уникальны для отдельной странички. Да, действительно он работает медленно и не сразу показывает результат. И говорит там типа, что не так с этой страницей. И он может сказать, где какие ошибки есть. Как вы видите, эта страничка закрытая для поиска. Он не смог на нее простучаться и ничего не смог просканировать. Вот, то есть страницу получил, увидел Technoindex и не смог ничего сказать. Соответственно, так она выглядит, когда он не достучался. Зелененький он показывает, если у вас все хорошо, либо какие-то у вас есть проблемы. И как вы видите, он выдал у меня две шипы. Где-то слишком мелкий шрифт, где-то интерактивные элементы расположены слишком близко. Второй способ проверить, это нажатие F12 в браузере. Выбрать себе смартфон, на котором вы планируете его тестировать. И смотреть на ваш сайт, как мобильный пользователь. Следующий тип работы, который позволяет уничтожать зомби, это перелинковка контентом. Найдите все списки зомби страниц, которых нужно спасти. Найдите страницы, на которых находится релевантный контент. Возьмите зомби страничек с семантики вашей ключи. Можно взять заголовки ваших страниц. И сопоставьте на ваших страницах ссылки на эти самые сироты, которые не попали в индекс. Таким образом, увеличив количество внутренних ссылок, вы поможете зомби страницам влиться в экосистему вашего сайта. И таким образом они выпадут. Постарайтесь размещать перелинковку на страничках второго уровня, а не на третьего или четвертого. По одной простой причине, вам нужно сделать так, чтобы поисковый робот в минимальное количество проходов добирался до вашей страницы. Таким образом, вы увеличиваете количество страниц в индексе за счет того, что спасаете нужные страницы. Все страницы, которые спасать не нужно, таким образом перелинковывать не обязательно. Не создавайте слишком много внешних ссылок. Второй момент, конечно же, это связка релевантных страниц. Вы можете найти все релевантные страницы по запросу на вашем сайте при помощи гугла, например, если вам это нужно. Для этих целей давайте покажу, как это делать. Просто вбейте ваш сайт, как он есть. Добавьте на него сайт двоеточие и вбейте, например, словосочетание интернет-магазин. Например, я хочу найти весь контент, посвященный интернет-магазину на своем сайте. И я могу увидеть, что вот есть статья, посвященная как создание интернет-магазина с нуля. Эффективные советы продвижения интернет-магазина. Продвижение интернет-магазина с нуля семь методов. То есть, вы видите, что у нас есть контент, который является фактически копиями. Как улучшить юзабилити, как удалить карточку. То есть, Pinterest для интернет-магазина. Создаем тайтлы для интернет-магазина. Магазин для авито. Как увеличить продажи в интернет-магазине. Вы видите, что контента набежало на минуточку много. Маркетинговые тренды про интернет-магазин. А нет, это вот, это не нужная тема, потому что она рассказывает про другое. Вот. Итого, насобиралась целая куча контента про интернет-магазин. И одна даже потенциальный каннибал на удаление. Скорее всего, она вообще не имеет никакого трафика. Мы можем здесь увидеть и такую картину, что нужно его как-то слинковать. И вы можете для того, чтобы спасти нужный контент, внедрить его в такой формат перелинковки. Например, добавить ему разделы для того, чтобы можно было перейти на отдельные пункты меню. И там связать создание интернет-магазина, продвижение и тому подобные вещи. То есть, раскрутку и все, что вам нравится. Да, такой метод тоже существует. Можно делать серии перелинковок. Можно делать навигационное меню. Любой способ приветствуется. Но ваша задача релевантный контент как-то связать между собой, чтобы перейти на него было гораздо легче, чем если бы этой связи не было. Следующий тип борьбы с зомби и борьбой со страничками, которые потенциально превращаются в зомби, конечно же, это трафик. Трафик и ссылки. И здесь включаются два монстра, которые могут вам помочь. В первую очередь, это соцсети. Хорошо себе зарекомендовали две соцсети Pinterest и Twitter. Они позволяют действительно классно получать ссылочки на ваш ресурс. Просто за счет оптимизации вашего сайта. Добавление его в Twitter. И добавление ссылочек в Twitter. И добавление вашего сайта через feed Pinterest. Добавление ваших картинок. Pinterest прекрасно кушает все, что может. У него действительно большая база, большой краулинговый бюджет. Он любит, потому что пока еще не все зашли в Pinterest. Пока еще не все активно его эксплуатируют. Поэтому можно пользоваться. И, конечно же, картинки с Pinterest прекрасно ранжируются в том же Google. То есть, они свой контент прекрасно оптимизировали. И Google Pinterest считает высококачественным сайтом. И таким образом, при помощи Pinterest можно очень сильно бустануть свой сайт. Банально просто продвинуть себя там. Получив трафик на свой ресурс оттуда. И, конечно же, Twitter, который позволяет отлично индексироваться. Google довольно снисходительно относится к соцсети Twitter. И гораздо хуже относится к соцсети Facebook. И к контенту в Facebook относится хуже, чем к контенту в Twitter. Наверное, потому что все руководители Google активно постят новости в Twitter. Вот. Поэтому, да, в Twitter Google любит больше. И второй способ получения, как говорится, себе подъема зомби страниц на спасение, излечение. Это построение бэклинков. Любые бэклинки, которые вы строите на своей зомби странице, могут им очень сильно помочь. А если вы будете строить их достаточно по-беленькому. То есть, не будете гонять там, прогонять. А будете строить ссылочные там какие-то. Там парочка форумов. Упоминания в комментариях, например, для этих статей. На каких-то трафиковых ресурсах. Либо же там слинковать с гостевой статьей, которую вы написали в ваш материал. Либо написать, если это карточка товара, написать обзор. Сославшись на себя. То да, это может помочь. Даже если ссылка будет nofollow. Как оказалось, их наличие тоже важно. Наличие ссылок действительно очень может помочь. Поэтому ставьте, занимайтесь тем, что создавайте контент. Выбирайте дешевую серединку. И не забывайте ставить ссылочки на контент, который нужно спасать. Ну и конечно же давайте разберемся с технической войной. Какое нам нужно оружие? Нам нужно много оружия. Вам нужно будет проводить технический аудит сайта для того, чтобы искать ошибки в метаданных. И для этих целей мы воспользуемся теми же инструментами, которые мы смотрели сегодня. Для поиска ошибок в метаданных отлично помогает как раз у нас и тот же Epic Spider. В нем мы можем увидеть, какие у нас есть ошибки с тайтлами, дескрипшенами. Здесь он позволяет увидеть абсолютно все. И вы можете увидеть изображение без альтов. Это тоже негативно сказывается на продвижении ваших страниц. Помните, чем больше ошибок на каждой странице, тем более вероятно, что она превратится в зомби. И да, действительно с этим нужно будет бороться и вычищать ваш сайт на предмет технических ошибочек. Давайте искать ключевые ошибки, что может создавать нам зомби. В первую очередь это битые страницы. Если у вас на сайте есть битая страница, скорее всего все исходящие ссылки с нее перестанут работать. Потому что она битая. У вас целая страничка могла просто испариться. Да, и таким образом нужно их разбираться с ними. То же самое касается четырехсоток. Это они же в основном есть. Странички, которые превратились в четырехсотку, скорее всего являются проблемными. И если на них был какой-то исходящий контент, полезный контент, связанный контент, то есть она являлась узлом для других страниц, она может создать проблемы в последующем. Поэтому пересмотрите, что у вас попало при сканировании. Потому что на эту страницу, скорее всего, была ссылка где-то у вас в контенте. Банально искать даже странички, в которых встречается Lorem Mipsum. Это самый фрагмент текста, который вставляется в пустую тему, в тему пустышку. Да, это тоже нужно искать. Этот шаблонный текст его нужно вылавливать и искать. Дубли тайтл в description. Это действительно проблема, которая может ухудшить индексацию. Да, с недавних пор Google начал на это игнорировать. Переписывать тайтл на свой вкус и цвет. Но все же, говорится, лучше привести в порядок. С дублями H1 все куда серьезнее. Дубли H1 это действительно то, что нужно исправлять. И исправлять действительно, говорится, любой ценой. С ними нужно работать. Битый редирект. Когда вы настроили редирект, но он сломался по пути. То есть начал вести на 404 страничку. Тоже очень важно вовремя исправлять. Редиректы могут быть заблокированы в robots. Это тоже такой нюанс. Вроде бы редирект есть, но в robots его должен быть заблокирован. Поэтому как поисковая система должна к нему относиться? По-любому Google относится к роботцу по-своему. Также существуют страницы без внутренних ссылок. То есть страница существует. На нее как-то можно попасть. Но нормально внутренних ссылок на нее найти невозможно. Было бы никак в ресурсе видеокода. Зомби страницы могут родиться, если вы неправильно настроите хрифланг. Хрифланг тот самый код языка, который вам нужен для того, чтобы сообщить какая версия страницы на каком языке. В Украине это русский, украинский и английский. Да, трех языковые версии в Украине это норма. И запутаться с хрифлангами просто можно как среди трех сосен. И ошибки с хрифлангами допускают даже самые опытные программисты. Сколько мы его замечали, на очень сильных сайтах даже встречались ошибки. Да, с хрифлангом нужно работать. Равняйтесь на топ-10, как они реализовали. Смотрите, как это сделали. И исправляйтесь у себя ошибочек. Что же касается как раз и карты сайта. Вы можете проверить, какие страницы не попадают в карту сайта. И, соответственно, они проиндексированы, но в карту сайта не отправлены. Можно смотреть в Google Webmaster. И, соответственно, поставить задачку программисту, чтобы он их туда добавил. Поэтому карта сайта тоже нужна для проверочки. Для того, чтобы найти те самые проблемные странички. В следующем пункте, который вы должны понимать, на вашем сайте должна быть простая древовидная структура. Эта древовидная структура должна отражаться в том, как у вас расположены урлы. На каком уровне она находится. И, соответственно, как у вас реализована система внутренних урлов. Если вы сделаете слишком сложные длинные урлы, такая система будет проблемой. И, действительно, к ней нужно будет вставить ни одного программиста и ни одного SEOшника, чтобы они не разобрались. Структуру сайта, любого, который вы ведете, можно просканировать в том же Netpeak Spider. Если вы перейдете в раздел отчеты, выберите раздел структура сайта. Вы можете посмотреть, как у вас реализована структура, допустим, того же блога, тех же кейсов, контекстной рекламы. То есть, видите, вот у нас она реализована в таком формате. Единственный момент у нас статьи находятся не в разделе статьи, потому что это отдельные страницы. Вот, но вы можете увидеть, допустим, все вебинары, которые мы проводили. Да, и, соответственно, другие типы страниц, которые оно нашло. Там подкасты, можно увидеть, что он видит всего 87 подкастов, хотя их гораздо больше. И отдельно странички по скачиванию подкастов, что самое забавное. Структура сайта видна здесь. Здесь же вы можете выводить ошибки структуры сайта, доработать структуру сайта, чтобы она была полноценной. И, как говорится, у вас не было никаких проблем с ее адаптацией в будущем. Потому что, если у вас структура сайта сломана, масштабировать свой сайт становится гораздо сложнее. И все новые созданные страницы могут сразу превращаться в зомби. По поводу карты сайта. Проверяйте, чтобы в вашу карту сайта не попадали никоим образом. 301 страницы, 404 страницы. У вас в карте сайта должны быть только строго 200 странички, которые вы отправляете в индекс. Это во-первых. И во-вторых, эти все странички должны быть открытыми в теге. Индекс на вашем ресурсе и доступны для поискового робота. Поэтому, сверяйте свою карту сайта с тем, что нагугливает у вас поисковый робот. И сравнивайте результат. Если поисковый робот нагугливает больше, чем в карте сайта, принимайте решение либо расширять карту сайта, либо настраивать каноников. Но количество уникальных страниц, которые отправляете и там, и там, должно быть примерно одинаковым. Как перепись населения. Поэтому, такой аудит контента нужно делать. Ну и, конечно же, что вам нужно делать? Вам нужно уничтожать потенциальных зомби. Их нужно выжигать. Делайте 301-е редиректы. Настраивайте 301-е редиректы на похожей странице. Либо, если вы уничтожили целый раздел, на уровень выше. В основном, это делают интернет-магазины, уничтожая целые рубрики, которые умерли. Потому что, таких товаров, ну, такие товары перестали существовать. Но вес этой рубрики в индексе до сих пор высок. И его не хочется потерять, закрыв просто новый индекс или удалить. Поэтому, можно сделать редирект на более верхний уровень. Таким образом, усилив его. И сказав, что пусть этого контента больше нет. Но релевантный контент находится здесь. И даже если на старой страничке были ссылочки, они попадут на уровень выше, где смогут выбрать то, что им нужно. Уровень вверх с 301-ым редиректом, это действительно лекарство от зомби в больших интернет-магазинах. Второй момент, конечно, можно просканировать все зомби-страницы на наличие внутренних ссылок. Ну, внешних ссылок. Для этих целей подойдут любые парсеры. Там, тот же Ahrefs, тот же Netpeak Checker. Там, или в Serpstat проанализировать ссылочную массу. Ну, любой способ подойдет. Возьмите все ваши страницы и проверьте, какие ссылочки ведут на них. Если на зомби-страницы ведут какие-то ссылки, их лечим редиректом. Если же ссылочек нет, никаких внутренних ссылочек тоже нет. Вы можете смело их удалять и забывать о существовании. Они с индекса через несколько месяцев попросту выпадут. И вы забудете о них, как страшный сон. Итак, надеюсь, к 2022 году вы будете готовы к борьбе с зомби. Потому что, если вы подготовитесь, ваш сайт станет сильнее. В нем станет меньше предательских страниц, которые могут вас подвести в любой момент. Обрушить ваш сайт. Поэтому боритесь с зомби всеми силами, которые возможны. Вы можете заказать у нас технический аудит. И мы выловим вам все зомби. Мы можем проработать вам все страницы и решить, что с ними делать. Обращайтесь, я с удовольствием вам помогу. Зомби-страницы это действительно бич уже как два года. И с ними нужно бороться. Не давать им плодиться, не давать портить ваш сайт. Они могут появляться как угодно. Самостоятельно. Либо просто потому, что вы запустили свой сайт. Но нужно вовремя их пресекать и уничтожать как сорняки. С вами был Николай Шмачков. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал. Слушайте меня в подкастах. Следите за мной в Instagram. И конечно же не забывайте приходить на наши вебинары. Где мы в прямом эфире обсуждаем действительно злободневные проблемы. Всем спасибо и пока-пока.